Завершающим объектом нашей агроэкспедиции стал элюатор компании Дружба, который находится на Полтавчине. Встретил нас заместитель директора ЧСП Дружба Игорь Евдошенко, который исполняет функции директора элеватора. Мощность по хранению этого элеватора составляет 65 тысяч тонн. Он построен полностью с учетом технологии хранения зерна шведской компании Торнум. На элеваторе силоса итальянской компании Фрейм. Здесь две очистные машины Бюллер мощностью 150 тонн в час. Транспортное оборудование шведской компании Скандия Элеватор. И две зерно-сушилки Торнум производительностью 25 тонн в час. При съеме влажности с 25 до 14% по кукурузе. Достигается экономия энергоресурсов при сушении кукурузы в поточном режиме при 110 градусах до 30% экономии. Элеватор строился в две очереди. Поэтому и зерно-сушилки были поставлены с разницей в один год. Они одинаковы по мощностям, однако вторую зерно-сушилку шведы усовершенствовали с учетом пожеланий заказчиков. Один человек может управлять самым элеватором. То есть есть там компьютер, стоит компьютер и управляя полностью ягодом. Элеватор уже с первого взгляда отличается от большинства отечественных зернохранилищ. В Украине мало кто зашивает норины и рабочие башни. Такая практика присуща больше для Европы и скандидавских стран. Зашитые норильные башни – это дополнительная защита от пыли и от осадков, которая не попадает на оборудование. Игорь Евдошенко, который выполняет обязанности директора элеватора, провел короткую экскурсию по предприятию. Показал молодой сад и узел железнодорожной отгрузки, который планируют запустить в скором будущем. Также нам удалось увидеть и лабораторию элеватора. На сегодняшний день, по словам заместителя директора ЧСП «Дружба», элеватор принимает только свое зерно. Больше всего идет кукуруза. В этот сезон ее приняли около 10 тысяч тонн. Однако все емкости своим рожаем здесь заполнить не могут. Как объяснил Игорь Евдошенко, строились такие мощности на перспективу. Поэтому в планах элеватора приемка довальческого зерна. Познакомившись с работой последнего элеватора, участники нашей агроэкспедиции поставили в маршруте праздничную, почти новогоднюю точку. На этом наша агроэкспедиция подошла к завершению. Спасибо, что оставались с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok